На любых густ и по примальных ценах крамы Гомельской области начали активный передновогодний гандаль. С пропановыми ознайомились наши корреспонденты. Святочно упрыгоженные витрыны и широкий выбор на полицах. Первые новогодние цацки упрыгоживания и сувениры в гомельских крамах з'явились в середине листопада. Их продаж будет протягиваться до 19-го студеня, после Нового года в основном по сниженных ценах. Управнение с минулым годом цены повеличились в середнем на 7-8%. Хоть у першых шарху яны залежать от якости и краины вытворцы. Сярод основных поставщиков – Китай, а так сама Россия, Украина и Беларусь. Прышым наши цацки – галонным чынам ручной работы. Гэта саправды эксклюзив. Однольковых упрыгоживания не иснуе. Кошт крыху больше, як 10 рублёв. В широком ассортименте представлены беларуские товары. Такие, как расписные шары, формованные игрушки в виде новогодней ёлки, Деда Мороза. Это наш беларуский представитель, который делает вручную такую красоту. Практично уся пропануемая новогодняя продукция выраблена у гэтым годзе. Складские запасы у крамах имкнуться не створать. Зараз у секциях постоянно есть покупники. Ассортимент саправды широкий и на любой густ. При жаданне можно набыть звычайную штучную ёлку вышинёй у полтора метры. А можно нечто невеликое и авангардное. Многие набываюць сувениры, асаблівы тэе, што тышыцца традицій новага года па ўсходнім календары. Сёня гэта лішыцца модной тэндэнцэй. Ищу небольшие сувениры, особенно для своей мамы. Она очень любит в определённой такой манері. Поэтому хожу и разыскиваю эти символы года для всей семьи. Потому что такая традиция небольшая. Уголовным управлэння гандлёю паслух кажыць, што сёліта до магазинов ёсць дадатковая потребавання. У першу шаргу гэта тышыцца супраць эпидэмічных мер, наявності дэзэнфіцыруючых сродкаў і масок ў супрацовнікал і покупніков. Сярод традиційнага великий асартымент і якаць пропанумых вырабал. Для людзей они павіны быць абсолютно безпечными. Запасы товаров позволяють обеспечить любые потребности, на любые желания, на любой кошелёк. Товаров, как отечественных, очень хороших, интересных, так и импортных товаров у нас, как всегда, традиционно достаточно. Поэтому я думаю, что наши объекты и торговли, и уже хотелось бы сказать, что и объекты общественного питания готовы к проведению праздничных мероприятий и удовлетворению спроса потребителей в эти наши предстоящі праздники. И в працях темы новогодня гагандлю. У центральным универмагу Гомеля установили ёлку жаданню, на якой паштовки от дятей с обмежаванными физичными махчымастями с просьбами об жаданных подарунках. Гэта цацкі, лялькі, конструкторы. За некалькі дзён с 16 жаданню гамельшані выканалі ўжо шэсть. Работнікі крамы перекананы – до Нового года без подарункав не застанецца ніхто. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».